Работать сообща, а не мешать друг другу. По разные стороны стола переговоров региональные чиновники и активисты Народного фронта. Подводя итоги 2016-го, общественники рассказали, как нелегко бывает добиться адекватной реакции от руководителей разных уровней. Не буду скрывать, что иногда ответы, которые приходят из правительства, носят такой формальный характер. Нам объясняют, что мы что-то не понимаем, мы что-то не в курсе. Но если мы не понимаем, то мы хотели, чтобы нам объяснили. Рассказали активисты о реализации своих проектов. Общественный контроль, следящий за госзакупками, в этом году выявил немало спорных ситуаций. Так, по-настоящему больной темой в период сложности в экономике стало обновление чиновниками служебного автотранспорта. На эти цели в 2016-м потрачено в регионе более 30 миллионов рублей. Станция борьбы с болезнями животных закупает внедорожник свыше 2 миллионов рублей. И нам следует ответ, когда мы эту закупку выявляем, нам следует ответ, что это улучшит борьбу с болезнями животных. Мы как-то сомневаемся, что наличие люксового внедорожника это улучшит. С главами муниципальных образований тоже, в общем-то, они закупают автомобили ценой 1 миллион 700, 1 миллион 800, Toyota Camry в люксовой комплектации. И, в общем-то, пишут, что это должно как-то улучшить работу того или другого муниципалитета. В этом году немало обращений жителей региона в Народный фронт поступило на тему капитального ремонта. Ситуацию общественники изучили, что называется, изнутри. И могут делать выводы. Менее всего заинтересована реализация программы почему-то по фактам оказывается муниципия. То есть самые сейчас большие проблемы в работе региального оператора, в комиссии своих, которые уже есть, достаточно глобальных, из-за несовершенствования законодательства, из-за низкой активности населения, у нас слабый отдых со стороны муниципий. И хочется, чтобы все-таки правительство заинтересовало их, может быть, в перечень тех оценочных суждений о работе муниципий включило все-таки некоторый регламент, который заставит их обратить внимание капремонт. И результаты работы муниципальных образований, в том числе капремонт, был одной из этих вот составляющих оценки. Не просто указать властям на их недоработки, а выработать рекомендации, как их устранить. Так работает Народный фронт. Есть у общественников предложение касаемо еще одного вопроса, на который ивановцы остро реагируют – оптимизация. Когда закрывают учреждения образования или здравоохранения в районах, это вызывает волну общественного недовольства. Все потому, считают активисты ОНФ, что людям не рассказывают, почему так происходит. Нужны общественные слушания. Губернатор идею поддержал. С тем Вородниковским роддомом, если взять, я долго слушал всякие мнения. В конце концов, ему не надо было сказать – оставьте роддом в покое. И департамент здравоохранения, хоть это ему не шибко понравилось, приходится ему это дело исполнить. Но сам подход я согласен. Вообще, если обратить внимание на послание президента Российской Федерации текущего года, я на нем присутствовал, там Вадимович вообще нас ориентировал, что надо стараться все проблемы с главными обсуждать. И не считать, что мы шибко умнее всех и знаем, как лучше. Тогда и людям будет понятнее, в конечном итоге. Хотя, еще раз говорю, порой сблизить позиции будет очень непросто. В новом году, надеются активисты ОНФ, к ним начнут прислушиваться и подчиненные губернатора. Для продуктивной работы чиновникам и общественникам нужно действовать вместе. Ведь хоть порой они по разные стороны баррикад, но борются за одно и то же. Наталья Гутарина, Андрей Семиболков, РТВ Иваново.